Друзья, привет! С вами Коз. Друзья меня часто спрашивают, типа, тебе надо какое-то приветствие, тебе что-то надо фирменно. Пусть будет Коз. Меня здесь так все называют. Константин сложно выговорить, понять. Коз, три буквы, коротко, ясно. Первый вопрос, ты немец? No? Окей, погнали дальше. Ладно, сегодня у нас опять пасмурно, ждет школа. Ничего такого грандиозного пока я себе не планирую, но как обычно, утро стабильно. Вчера залил видосик новый, приятно, что его кто-то смотрит, просто греет то, что происходит. Кому-то интересно, кто-то пишет, кто-то просто молча ставит палец вверх. Это круто. Переварил за сотни человек, которых интересует мое детище. Это клево, это приятно. От этого никуда не деться. Чем больше народу, тем больше интереса делать. Делаем, как получается, стараемся. У нас нет права на второй кадр, еще чего-то. Любимый цивик стоит, ждет, скучает, пока я отучусь, закончу. После обеда у меня будет маленький праздник. Мне разрешили прийти помыться в теплом душе. Это будет нереально круто. Я не видел горячей воды в душе уже сколько? Две с половиной недели? Это будет долгожданная встреча. Вы не представляете, как я этого жду. Это будет просто клево. Я кайфану от того, что просто горячая вода льется на тебя сверху. Это будет клево. Ладно, сейчас надо пойти поучиться, посмотреть, что-то как. Первый урок мы сегодня прогуляли, сколько там будет тестирование. Сказали, типа, ты, в общем-то, кто-то монтировал, не проходил, ты их можешь не проходить. Я занимался видосиками. Вчера я еще освоил такую тему в плане видосов с дрона. Монтировать прямо в телефоне. Качество монтажа вроде ничего. Качество видео, но для телефона пойдет. Why not? Юзаем телефон. Телефон переваривает быстрее, чем ноут. И позволит более быстрее выкладывать все это. А, ну, сори. Контент касательно моих приключений. Делаем по возможности. Тратится много времени. Но он вам нравится. Ладно, погнали учиться. Занимался я еще свои два часа. Сегодня какой-то день вообще непродуктивный. Прошло сорок минут занятий. Там объявили, типа, надо идти на собрание учителям. В итоге у нас урока дальше не было. В общем, вата сегодня. И вообще есть у него олень, оказывается. Я забыл, что я живу в прошлом. Потому что сегодня 8 мая. А в России, вообще в СНГ, уже 9. Сегодня великий день. Всех с праздником Победы. В целом, 9 мая в Америке вообще никак не отмечается. В целом, совсем не считается праздником никаким. Очень непривычно это. Душа просит какого-нибудь парада, гуляний, с лагами, чтобы все ходили. Великий день сегодня, а тут это день как день. Ничего особенного. Просто очередной рабочий день. Ладно, будем пытаться сами создать себе праздничное настроение. Включим музычку сейчас в машине, послушаем. Если ты не сделаешь это сам, то не сделает тебе это никто. Поехали. Как создать себе настроение? Великого дня Победы. Включить гимн. Что еще может быть лучше в этот день? Ветераны, спасибо вам всем. Это было достойно. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Послушав музычку, стало приятно. Ощущение праздника вспомнилось. Приходится в голове вспоминать, как это было раньше. Веду парад смотреть в Москве. Первый парад увидел. Было это клево. сейчас только по воспоминаниям по телевизору посмотреть и топчик залипнуть пока мы сходим так шаги ходим смотрим туда сюда сейчас будет радостный момент для меня капец как праздник помыться в теплом душе это реально будет круто я не могу описать это свои переживания мы с ними виделись очень давно такой старый друг который ты долго не видела и ждешь его то есть были такие друзья соусолки там холодные не очень общительный с тобой сейчас будет реально тепленький родной теплый душ план прогуляясь там расскажу свои впечатления как это встретиться с ним четырех недель то расставание творцы своего дела отсюда клевый вид на пляж винас просто божественный ну чтоб снять и жилье 2,5 косаря в месяц за комнатку где у тебя стоит кровать кухонька пол на полметра но метр на метр ладно и такая же ванная комната за это 2,5 тысячи долларов при слове что вид у тебя будет в ту сторону если хочешь вид на океан накинь штуку сверху и тогда будет у тебя клевый вид от этого никуда не деться такие гости прилетают постоянно все загадили так клево ну варик спинсив блин я принял душ как человек белый человек теплый душ это было нереально круто даже горячий я наслаждался этим как никогда я никогда не думал что душ может заставить столько удовольствий это вообще это штука приятная но когда его не видел там 2,5 недели реально теплого душа ну да нам после мувинга был душик там была холодная вода ну хотя бы в кабинке а здесь вообще такой кайф от этого это реально как старый друг которого ты давно не видел у вас супер теплые отношения ты хочешь с ним болтать все дольше и дольше но есть свой лимит в общем я кайфанул сегодня как никогда сейчас пойду прогуляюсь посмотрю чего круги еще есть интересного постараюсь показать вам надо поесть немножко прикупить еды на завтра завтра лас-вегас каньон ну вроде пока по плану так а по делу не еще не известно ладно погнали отели реально напоминает таких американских фильмов скрипучий пол лифт такой адский узкие коридоры вот за эту вот комнату с клевым видом три с половиной косаря дофига запах такой душевненький в целом конечно тут прикольно в целом интересное место где можно набораться на крышу и не поймите этим проблем в целом в целом в целом в целом где вы в целом в целом жалко В целом нам все как будто транспорт найти, то ли скейт освоить, то ли ролики прикупить, или вел вьет угнать. Доле океана проходит такая дорога, можно целыми не кататься. Будет круто. В целом наверно все таки вел нужен нормальный. Может у Мексов где-нибудь купить, а это полтос можно велик нормальный взять. Не факт что он будет не угнанный, но это другое. Ну ладно, пока ходим пешочком, качаем булки. Без этого никуда. Пешеходная зона завалена таким барахлом местными жителями, которые тут обитают. Тут своя движуха, в отличие от Санта-Моники. Реально по левую руку элитное жилье дорогое. Попробую точь в Успах Коэн. Немально, где только медитирует. Снова мы в нашем любимом магазинчике. Жрать хочется капец. Голодный такой целый день ничего практически не делал. Нужно из своих там стандартных бич-пакетов и какой-то курить тоже долго. Сейчас купим нормальный курица на завтра поесть. И другим отдыхать. Высокая еды на 10 долларов вышла. Сейчас хоть нормально поедим. даже еще на завтра останется возможно посмотрим как ночной дожор придет приключения сегодня подошли концу день был вялотекущий а и кайфовал от этого немного релакс не помешает быть завтрашним приключением завтра в лас-вегас каньон два дня кипиша вкусняка и всего такого завтра будет интересно или сегодня будет интересно в общем ставьте лайк подписывайтесь и погнали завтрашний день а